Итак, есть такое понятие Дошапита. Что это такое? Это жжение в желудке, это жжение в глазах, это язва 12-перстной кишки, это обидчивый характер, это гневливость, это нарушение гормональных функций, когда поджелудочная перегревается, не может нормально работать. Это воспалительные процессы во всех органах, это больные десна, это гнилые зубы, это слабые кости. Вам достаточно? Вы не записываете? Записывай. Все это возникает по одной причине. Причина очень простая. Человек не хочет рано вставать. Да, человек лежит в постели и так повернется, и так. Он лежит, он валяет дурака. То есть он дурак и так думает, ну как, надо вставать. Ему говорит психика, уже пора, все. Он говорит, нет, еще немножко. Я хочу счастья. То есть он считает, что это счастье, но это ошибка. Ошибка мировоззрения. И человек думает, я же еще не выспался. Но некоторые разумные люди замечают, чем больше они с утра спят, тем больше разбитость. И тем больше это невыспанность. Рано встал, нормально себя чувствуешь. Повалялся чуть-чуть, все, ходишь уже вот так вот. Почему? Потому что деструктивный огонь наполняет все пространство. Если огонь что контролирует? Тонус организма, артериальное давление контролирует. Огонь контролирует нашу работоспособность. Если человек спит днем, солнце поднимается. Так как оно поднимается, оно требует, чтобы мы тоже активно действовали, чтобы эта солнечная энергия, она шла в работу, понимаете? Но она не может идти в работу, потому что мы лежим. В результате куда она идет? Она идет в разрушение организма. Все начинает в организме переполняться этот деструктивный огонь, который влияет на тонус артериального давления. И в результате человек встает, и у него голова кружится так. Почему? Потому что очень много деструктивного огня в организме. Он не может в нормальном тонусе находиться. Почему? Он поздно встал. У некоторых людей настолько сильно солнце деструктивно действует, что им вообще нельзя пересыпать. Он чуть переспал, и все. Он не может уже нормально жить. У него постоянно слабость, у него что-то плохо, настроение портится. Поднимите руку, у кого слабость, если он проспал весь день. Вот смотрите назад, смотрите назад все, вперед. Видите, много людей. Теперь поднимите руку, у кого сильно повышается гневливость или обидчивость, если он поздно встал. Есть такие люди? Теперь поднимите руку, кому вот очень поздно встал, очень поздно встал, и по барабану ничего не повышается, ничего не меняет. Вот один человек поднял. Сколько вам лет? И вы, вот нет проблем, вот вообще никаких. И внутричерепное давление у вас не повышается. Нет? Вы уверены? Затылок не болит вот здесь вот? Не болит? И что-то вы меня обманываете. Оно у вас даже сейчас повышено. Ну ладно. Один человек поднял с риском для, так сказать. Но я не против, такое может быть. Но очень-очень редко. В основном, большинство людей сильно подвержены влиянию солнца. И поэтому надо силой воли заставить себя встать с постели, с песней. Вставай, проклятием заклеменный. Весь мир голодных и рабов. Как? Так это же хорошо. У меня был один пациент. Он у меня лечился, лечился, ему не помогло, короче. Он камни носил, 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 носил. Не так не помогает. Как мы только не ставили, ему не помогает ничего. Он сам гомеопат, врач. Очень квалифицированный. Он везде пробует. У него там серьезные проблемы. И я ему тоже не помог. И он пришел ко мне, говорит, спасибо вам. Он сдал эти камни нам назад. Говорит, спасибо вам большое. Вы так мне помогли. Я говорю, чем? Мне-то он шутит, что ли? Он говорит, я, говорит, пока у вас тут ходил, книжку вашу взял. Время режим дня почитать. И начал ей следовать. Я узнал, оказывается, чудо. У меня, оказывается, все классно. И он мне объяснил. Он никак не мог понять, почему ему в 9 вечера так сильно хочется спать все время. И почему в 3 часа ночи он просыпается ни в одном глазу. И он говорит, что же делать в 3 часа ночи? А оказывается, все очень просто. Это целая наука. Смотрите. Давайте возьмем, нарисуем циферблат. 24 часа. Где 12 часов ночи? Солнце стоит в самом низу. Я вверх показываю, потому что у нас не 24 часа, чей циферблат, а по 12 два раза. Так? Солнце стоит здесь. Так? В самом верху. 12 часов ночи. Откладываем по 3 часа. Вот 12 часов ночи. Сколько получается здесь? 9. 3 часа сюда. Сколько получается? 3 часа ночи. Вот если человек ложится в 9, а у вас полодиннадцатого по Риге, и встает в 3 часа ночи, а у вас получается полпятого, то этот человек будет чувствовать себя классно. Потому что в это время, ну так, человеку обычному, нормальному требуется спать 6 часов. Если человек работает физически, ему требуется спать 6 часов. Если работает умственно, 7 часов. Если человек женщина, ему по-любому 7 часов положено спать. А может быть и 8. А если человек на нервной работе, постоянно нервничает сильно, то, наверное, 7-8 часов. Очень нервный труд, тяжелый. То есть, так или иначе, надо понять, что вот эти 12 часов ночи – это очень важный пункт. Потому что в определенные часы отдыхают определенные части нашего организма. Ну так, допустим, нервная система у человека сначала отдыхает тонкое тело. То есть, начиная с 9 часов вечера и до 12 часов ночи отдыхает тонкое тело, а потом происходит отдых еще и грубого тела. Ну, допустим, человек лег в 9 часов вечера и встал в 12 часов ночи. У него ум уже будет отдохнувшим, а тело будет еще разбитым. Так? Если человек ложится в 12 часов ночи и встает в 3 часа, допустим, утра, у него тело отдохнет. Но ум будет разбитым по-любому, потому что он уже пропустил время отдыха ума. Понимаете? Потому что он отдыхает рано. Некоторые люди, они когда ум отдыхает, ум расслабляет. Когда в 10 часов вечера, с 10-12 вечера ум становится расслабленным. Человек все время бегал, как лошадь Прижевальского, бегал, что-то делал, и ему нужно еще время потратить для себя. То есть, он поздно заканчивает работу в 6 часов вечера. А с 6 часов вечера до 9 часов вечера человек должен отдавать время любви. То есть, он должен детям, семье отдавать время и так далее. А он носился, как угорелый, до 9 часов вечера. Ему теперь надо отдать время семье. Он как-то пытается там, или он телевизору время в это время. Ну, то есть, кто у него любимый? Если любимый телевизор, он в это время телевизору время отдает. Если у него любимая жена, дети, он им отдает время. Но так или иначе, он не успел, а пожить хочется. И он до 12 часов ночи общается со всеми. Ну, то есть, у вас до часу получается. Все смещено. И потом он пытается... И потом у него... Он чувствует, что начиная с часу или с 12 часов ночи, будем говорить по фактическому времени, чтобы не путаться. 12 часов ночи он чувствует, что он уже не может нормально функционировать, потому что у него сильно слабеет тело. Он чувствует, что слабость пошла. И он идет спать. И он дает возможность телу отдохнуть. Это факт. Но когда он встает, у него ум все равно будет очень напряженным. И для того, чтобы раскачаться, ему нужно часа 3-4. Он ходит как зомби. 3-4 часа. И он говорит, у меня конституция такая, я сова. У-у-у-у. То есть, он живет как сова. То есть, он сначала раскачивается полдня. Потом, когда раскачался, он начал активно трудиться, трудиться, трудиться. И не может остановиться. До 10 часов ночи. Потом он растормаживается. Надо как-то отдохнуть. И опять поздно ложиться спать. В результате, за много дней, такого ритма, что происходит? Тонкое тело ума не отдыхает. Так? Через полгода начинаются серьезные изменения в психике. У человека накапливается напряженность, которую он не может себя снять. Никакими нормальными способами. Нормальные способы снятия напряжения. Перечисляем. Следующий нормальный способ снятия напряжения. Ну, давайте тогда уж перечисляем все нормальные способы снять напряжение. Алкоголь, курение, дальше, разврат. Еще какие нормальные способы снятия напряжения мы знаем? А? Как? Травка. А наркотики нормальный способ снять напряжение. Дальше какие еще мы знаем нормальные способы? Секс уже сказали. А-а-а, я неправильно сказал. Нормальный секс, то есть, да, теперь снять напряжение. Хорошо. Кроме раздата, еще нормальный секс бывает. Давайте теперь... Следующие какие способы еще есть? Давайте перечисляем. Нормальные. Нет, мы говорим о нормальных сонах. Это ненормальный способ. А? Телевизор. И голопопный интернет. Так? Компьютерные игры забыли. А-а-а, точно. Ну как же мы могли. Это оскорбление для женщин. Забыли. Все нормальные способы снятия напряжения. Пак... О! Вообще, просто... Такой классный способ. Покушать на ночь. Система накачки организма. Когда на ночь кушает, он так... Накачивается. Вот это вот. Ладно. Почему такие способы нормальные мы применяем? Потому что обычные способы, которые я вам сейчас перечислю. Душ после работы. Обычный способ, который должен быть нормальным. Но почему-то не работает для нас. Потому что психика и тело очень сильно напряжены. Душ. Раз. Дальше. Нежное общение с близкими людьми снимает напряжение. Спокойное, нежное общение с близкими людьми. Дальше. Правильное питание после работы. Об этом поговорим. Снимает напряжение. Не дает напряжение, а снимает напряжение. И изучение духовной литературы. Какое-то занятие духовной практикой вечером. Такой пропитанной любовью. То есть это чтение книг о жизни святых. Можно посмотреть фильм «Остров». Ну то есть духовные фильмы там смотрите. То есть такое проведение времени, в котором человек повышает свой нравственный уровень. Он увеличивает любовь к членам семьи. И прощает всех, просит прощения. Обдумывает свой день, как прошел. То есть пытается как бы навестить в психике и в теле порядок. Можно прогуляться. Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. То есть он прогулялся. Желает всем счастья по дороге. Люди в Риге еще не вымерли. Есть кому счастья желать. Идет желать всем счастья. Ну то есть вечернее время такое. Поет раньше, еще лучше расслаблялись. Он поет песни, допустим. Вдоль по улице метелица петет. Он идет с гармошкой, поет. Там подключается кто-то. А нет, это вечернее времяпровождение. Так должно быть. Понимаете, так должно быть. Это культура. Культурная жизнь означает вечером вышли, попели. В караоке сели, попели. Хорошо, если выходить не можем. В караоке попели. Там, допустим. Пишите наискай сок. Там или еще что-нибудь в этом роде. Но так или иначе. То есть идея в чем заключается. Это дает расслабление психики и готовит человека ко сну. Но когда человек очень поздно встает, это не работает. Он не может. Ему надо курить, ему надо пить, чтобы расслабиться. Потому что нужны какие-то шокирующие, парадоксальные методы воздействия на психику и на организм. Простые системы не работают. Можно, кстати, баня расслабляет хорошо. Раз в неделю человек расслабляет с помощью бани. Означает научный такой подход к нагреванию и охлаждению. Понимаете? Это каждому свое. То есть ни у кого нет строгих правил. Кому-то мягкий очень пар подходит, повышение температуры. То есть долго ему надо сидеть в парной. Кому-то надо быстро, то есть сильный пар. Кому-то нужен влажный. Кому-то сухой. Кому-то надо охлаждаться с помощью свежего воздуха прогулок. Кому-то надо обливаться ледяной водой. Кому-то надо снегом обтираться. Кому-то надо охлаждаться с помощью, допустим, ветра. Есть разные люди. Надо изучать это для себя. Это все индивидуально. Но баня очень сильно может расслабить. Три-четыре раза смена холода и тепла. И человек полностью расслаблен. То есть у него психика, тело, все расслабляется. Особенно в возрасте. Это важно. Итак, если человек очень поздно встает, шансов снять усталость в организме нет. Теперь, почему человек не может... Почему человек не может... Допустим, бывает, что ли вообще бессонница у человека. В чем причина? Почему бессонница? Бессонница означает, что контакт с Луной нарушился. Понимаете? Луна дает отдых человеку. Солнце дает активность. Луна дает отдых. Если человек систематически не ложится, не уважает отдых свой, не ложится пол-одиннадцатого хотя бы спать вечером, то это значит, что он постепенно... Его способность отдыхать, становиться в контакт с Луной, входить в контакт с Луной, начинает таять. А что такое Луна? Луна — это сила, которая охлаждает нервную систему, охлаждает ум. Охлаждают разум, охлаждает тело. Что значит охлаждает? Все приводит в состояние спокойствия. У нас в организме есть два типа энергии, которые крайне важны для нашего здоровья. Один тип энергии называется тэджис. Этот тип энергии предназначен для рывка психического или физического. Ну, допустим, человек, допустим, мини-пух пришел, допустим, к пятачку в гости, и пятачок его хорошо накормил. То есть он хорошо, ну хорошо он пролез в эту норку, там вылез, все нормально. Но дальше-то надо все переварить. И когда человек так объелся очень сильно, понимаете, у него существуют резервные запасы энергии в организме. Откуда возникают резервные запасы в организме? Они возникают от правильного соблюдения режима дня. Если я, допустим, полгода правильно соблюдаю режим дня, потом я приезжаю в Ригу. А в Риге одни специалисты по питанию, один специалист по питанию на другом. И они так вкусно готовят, что невозможно питаться нормально. То есть ты наедаешься, 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 и как шарик уже сидит. Они говорят с рейсским гостеприимством, вам еще немножко положить. И потом еще лекции ведь надо читать. И это означает что? Это означает, что надо накопить теджес так, чтобы все резервные силы включились и все переварилось. Но если, допустим, я не соблюдаю режим дня, значит энергия солнца не будет в организме копиться и создавать этот запас резервный. Не будем говорить об обжорстве. Допустим, возьмем рак. Это болезнь, которая, чтобы ее уничтожить, вылечить. Где-то живое существо селится у нас в организме и начинает расти та жизнь, которая нас уничтожит, нашу жизнь. Понимаете? Для того, чтобы ее победить, организму нужна энергия огня. Откуда эту энергию огня взять? Организм берет ее от аккумулированного солнца. Если человек соблюдает режим дня очень строго, то вообще маловероятно, что у него этот рак разовьется. Почему? Потому что все эти клетки уничтожаются вовремя. Этот огонь, который копится в организме правильный, предназначен для того, чтобы уничтожать микробы, клетки неправильные в организме. Этот огонь идет в иммунитет. Иммунитет за счет огненной силы существует в нашем организме. Поэтому крайне важно каждый день вставать вовремя и ложиться спать вовремя, потому что у нас есть еще один вид энергии в организме, который называется отжиз. Отжиз — это энергия, необходимая для того, чтобы был отдых. То есть это сила отдыха организма. Понимаете, когда человек сильно болен, то эта сила отдыха, она дает ощущение, что я смогу вылечиться. Некоторые люди чувствуют, что сил лечиться уже нет. И такой человек уже близок к смерти. Откуда вот эта способность переносить болезнь, терпеть болезнь? Одни люди терпят болезнь, другие нет. Откуда способность терпеть болезнь берется? Это сила сна, это сила отжиза. Если человек вовремя ложится спать, очень качественное влияние луны происходит на его психику. И у него копится эта сила отжиза. У него, допустим, зуб ему сверлят. Он сидит такой. То есть он выдерживает. А другой ему зуб сверлит, он раз — готов. Почему? Потому что отжиза нет. Сильно меняется давление в теле. Сильно меняется адреналин, подскакивает, еще что-то подскакивает. Нет резервного психика, не контролируется. Перегрев сильный приходит. Пересходит в организме или в психике. Перегрев происходит. Или человеку, допустим, человек приходит, мужчина с работы, жена открывает дверь и говорит ему, «Ты почему так поздно пришел, гад такой?» И его начинают колбасить сразу. Почему? Потому что нет резервного запаса отжиза. Потому что спать он поздно ложится. Смотрит каждый день, мертвые не потеют допоздна. И в результате этого у него тает запас. Фильм-то интересный. А спать не так интересно, как фильм смотреть. То есть он предпочитает делать то, что ему нравится. И говорит, фигня это все, эти все режимы дня. Живу, как мне нравится. Потом он живет, как нравится. Его встречает красавица его. И у него колбаса начинается. Его колбасит. Почему? Потому что нет спокойствия в теле. А спокойствие в теле возникает от того, что он ночью спит. Понимаете? Все в этом мире очень закономерно создано. И если человек делает все вовремя, все правильно, то у него возрастают возможности во всем. Смотрите. Что делать с трех часов ночи до шести? Это самое лучшее время разобраться с собой. Допустим, некоторые люди говорят, я потерял себя. Я потерял себя. Вывод очень простой. С трех часов до шести утра мы ничего не делаем. Мы просто валяемся. И валяем дурака. Валяемся в постели и не знаем, что делать. Плюем в потолок. Потому что когда человек потерял себя, в три часа ночи он просыпается. Он не может в это время спать. Потому что организм ему говорит, хватит валяться. Тебе надо делать что-то другое. Поднимите руку у кого, когда трудности в жизни, он просыпается рано утром и не может спать. Поднимите руку кто, когда трудности в жизни не может заснуть вечером. Другая половина. Те, кто не могут спать, рано утром просыпаются. Это значит, эти трудности в жизни связаны с тем, что вы не включили процесс молитвы в свою жизнь. То есть вы не включили процесс осознания своей судьбы, своих отношений с Богом, своей жизни. Понимаете? А те, кто не могут заснуть, это значит, что активность психическая направлена не туда. То есть те, кто не могут спать с утра, они не тратят достаточно душевных сил для того, чтобы правильно жить. Душевные силы всегда выражаются только в отношениях с Богом. Но если человек молится с утра, то его душевные силы ставят все по местам. Он начинает понимать, почему так у него жизнь складывается. Начинает понимать, что ему делать, чтобы жить правильно. Как относиться к людям. Он трезвеет, думает, этого я не простил. К этому я плохо отнесся, он меня не простил. На работе я постоянно думаю о зарплате, не могу спокойно работать и так далее. Многие вещи осознают в своей жизни, что он делает неправильно во время молитвы. Почему? Потому что когда человек молится, его разум активизируется, он связывается с Богом в своем сознании. Связывается с Богом, и у него наступает благодать, ему становится хорошо. Это означает, что чистая сила знания пропитывает его существо. И он, эта чистая сила знания, куда идет? В судьбу она начинает давать понимание, что делать, как жить. Человек осознанно начинает жить, более осознанно. Но когда человек не делает таким образом, не действует, он пытается своими силами понять, как жить. И когда он это делает? Когда он освобождается от работы. Он приходит с работы, он отвлекается от работы и начинает очень сильно думать. Потому что своими силами означает думать. Он начинает сильно думать, как жить. Он думает, думает, думает. И у него психическая энергия перенапрягается очень сильно. И человек потом не может заснуть. Он лежит, ворочается. Это значит, что он активен в преодолении проблем, но действует неправильно. Утро вечера мудренее. Так? Ложись спать, Иванушка. Утро вечера мудренее. Иванушка говорит, еще немножко посмотрю кабельное телевидение. Понимаете, в этом проблема заключается. Что мы не понимаем важности всех этих вещей. Мы предпочитаем делать то, что нам нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.